Открытый чемпионат по гонкам на аквабайках стартует во Владивостоке. Традиционные соревнования «Русский Гран-при», которые пройдут на острове Русском с 7 по 9 июля, ждут глобальные изменения. Мероприятие потеряло статус международного соперничества. Теперь в гонках будут участвовать только приморские спортсмены. Как отмечают организаторы, чемпионат хоть и стал краевым, однако не потерял в зрелищности. Почему в этом году отказались от приглашения иностранцев? На Гран-при мы покажем результаты своей работы за прошедший год. Наши спортсмены перестали бояться себя, свободнее обращаются с техникой. На Гран-при, конечно, приедут и спортсмены из Москвы, но только в качестве зрителей. Напомню, что последние годы «Русский Гран-при» называли фактически чемпионатом мира по аквабайкам. Во Владивосток традиционно съезжались именитые пилоты из Франции, Бразилии, Америки и других уголков мира. Стоит отметить, что приморцы не зря решили сделать упор на домашние соревнования, ведь уже в следующем году Владивостоку, возможно, предстоит принимать у себя чемпионат России по аквабайку. Всероссийские соревнования по боулингу впервые пройдут во Владивостоке. С 27 по 30 июля сильнейшие спортсмены страны поборются за путевки в национальную сборную. В рамках мероприятия пройдет дальневосточный этап отборочного тура на Кубок мира, который разыграют в Мексике. Владивостокский чемпионат будет носить исключительно профессиональный характер. Организаторами соревнований выступит Федерация боулинга России при поддержке Министерства спорта и Олимпийского комитета. Всего ожидается участие порядка 90 спортсменов из 36 регионов страны. Встречи пройдут в личном, парном и командном зачетах. Стоит отметить, что Кубок мира Кьюбика АМФ, на который будут отбираться игроки, является самым престижным соревнованием в боулинге. Кубок борцовского единства по грэплингу разыграли в Хабаровске. Всероссийский турнир собрал на своей площадке сильнейших борцов Дальнего Востока и Сибири, всего около 70 спортсменов. Традиционные соревнования в этом году не обошлись и без участия команды Приморского края. Наша сборная стала победителем в общекомандном зачете. Большинство наград у борцов из Владивостока – Илья Петров, Сергей Любимов, Константин Калинин и Роман Дерюга – завоевали золотые медали и внесли свою лепту в победу Приморья. Еще одна награда высшей пробы в весовой категории до 92 килограммов досталась Юрию Бойко из Амурской области. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова